Всем привет! Кинопремьеры в Утреннем Фрэше это выжимка самых сочных фильмов, которые можно посмотреть в ближайшее время на большом экране. Так и не терпится узнать, чем в ближайшее время нас удивит киноиндустрия. Конечно, все мы любим сказки, и взрослые, и дети. И чтобы вас порадовать, уже завтра на большие экраны выходит фильм о большом и добром великане. Это очередная работа Стивена Спилберга. Софи еще ребенок, и родители до сих пор пугают ее сказками о великанах, которые приходят по ночам и забирают детей. Однажды бессонной ночью ей довелось узнать, что древние сказки не врут. По улице на самом деле ходил огромный великан. Он дул в окна спален в соседних домах. Великан заметил Софи и унес ее в страну, где обитали такие же фантастические создания, как и он. И здесь история могла бы окончиться совсем печально. Но, к счастью, великан оказался вовсе не тем страшным чудовищем, что фигурирует в детских страшилках. В своей стране он был единственным добрым великаном. Благодаря необычным способностям он делал так, чтобы детям не снились кошмары. Однако его сородичи не столь дружелюбны. Коварные великаны-людоеды планируют захватить мир людей. Держи глубже, держись крепче и вперед! Я буду тебя называть БДВ Для того, чтобы узнать, как дальше будут развиваться события, завтра идем в кино и смотрим Большой и Добрый Великан. Также 30 июня, то есть уже завтра, в прокат выходит Тарзан. Легенда. А я знаю, это фильм про мужа Наташи Королевой. Ты еще желтые тюльпаны вспомни. Ну, конечно же, это еще одна экранизация известной всем с детства книги Эдгара Райса Берроуза. Приспособившийся к жизни в Лондоне Тарзан возвращается в свой бывший дом в джунгли, чтобы разобраться в том, что происходит в лагере горнодобывающей компании. Режиссер Дэвид Йетт со всей серьезностью подошел к подбору актеров для своего нового фильма. В главной роли в этот фильм был приглашен Александр Скарсгард и Марго Робби. Готовясь к роли Тарзана, Александр Скарсгард провел 4 месяца в непрерывных тренировках. Поднятие тяжести и особая диета принесли свои плоды. Скарсгард значительно развил мышцы живота и грудной клетки. Что немаловажно, так как его персонаж выступает с голым торсом. Удивительно, но рейтинг ожиданий фильма 90%. А и ждать больше ничего не нужно, ведь уже завтра можно посмотреть эту захватывающую историю на большом экране. А с 7 июля через неделю Малыш Харт и Скала Джонсон попробуют спасти мир. В прокат выходит криминальная комедия «Полтора шпиона». В этой шпионской экшн-комедии непохожие герои, один из которых был неудачником в школьные годы, накануне встречи выпускников оказываются втянуты в мир международного шпионажа. От лайков в соцсети до спасения мира один шаг. Сегодня ты френтишь бывшего одноклассника, а завтра он тащит тебя под пули. Ну, кто же знал, что заядлый любитель пончиков превратится в похожего на скалу супер-шпиона? В главных ролях Дуэйн Джонсон и Кевин Харт сделают все, чтобы выполнить свою непростую миссию. Вылетый Джейсон Борн, чертах! Видел, Боб! Как я его заценил, а? Да, да, да! «Полтора шпиона». Помнишь свой коронный прыжок? Сможешь повторить? Почти получилось. Напомню, что фильм «Полтора шпиона» можно посмотреть в кинотеатрах уже с 7 июля. А теперь мы хотим устроить для вас розыгрыш приглашения в кино. Итак, в 2016 году актер Марк Райландс, исполнивший роль большого и доброго великана в одноименном фильме, получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Назовите фильм, участие в котором принесло ему эту хорошую награду. Ответы принимаются в комментариях под опубликованным видео нашей передачи в официальной группе ВКонтакте и в Фейсбуке, а также в группе Киномакс ВКонтакте, которой мы благодарим за помощь в проведении съемок.